Без маски и перчаток подходить к пчелам опасно. Хоть они и доброжелательные, по словам хозяев, но могут укусить, если им помешать работать. Эта пасека находится в Манасе. Здесь около 300 ульев. Ее владелец Надыр Ахмедов – пчеловод со стажем. Начинав любителем, а стал настоящим профессионалом. Вот уже 7 лет он радует дагестанцев чистым медом. Часть его улей находится в Высокогорном Огульском районе. Пчеловод – это украшение жизни, это сельскохозяйственная поэзия. Поэтому пчелы, они исправляют, смягчают сердца. Любовь к этой пчеле, необъяснимая любовь, хотя там тебя жалят, могут там меду они принести. Но все равно это любовь к этой пчеле заставляет работать, ухаживать. Просто любить пчел недостаточно, говорит Надыр. За ними необходимо бережно ухаживать, держать их дом в чистоте, контролировать температуру воздуха и лечить насекомых от болезней. Весной мы полностью меняем все рамки, все черные рамки, обновляем, чтобы на светлые. Это тоже один из таких. Вот это расплод. На пасеке у Надыра установленный эпидомик. Это небольшое деревянное сооружение, внутри которого находятся пчелы. Уникальность его состоит в том, что тут можно не только передохнуть, но и получить заряд энергии. Есть такое понятие сон на пчелах. Пчела имеет свою определенную волну, оказывается, длина этой волны, колебания этой волны очень хорошо действуют на человеческий организм. Поэтому в данном случае в этом домике тут есть 4 улья, тут тоже 4 улья. Если человеку удастся поспать над этими ульями в течение двух часов, он получит такую энергию, такие волны, что выйдет оттуда совсем другим человеком. Пчела – благородное насекомое, говорит специалист. Помимо производства меда, у нее более глобальная миссия – опылять растения. Благодаря пчеле живет природа и, соответственно, это сохраняет жизнь человека. С каждым годом мы слышим, что травят пчел, пчелы сами гибнут. Вот такая плохая цифра за прошедший год. Если взять общее количество пчел, в Дагестане падеж пчел составила 50-70% от общего количества. Все говорят, что если исчезнет пчела, через 3 года, может 4 года исчезнет, это всю растительность, и конец настанет. Проблемой сохранения пчелы занимаются на международном уровне. Круглостого по этой теме прошло в Махачкале. Специалисты обеспокоены тем, что падеж насекомых увеличивается с каждым годом. Надвигается экологическая катастрофа. Погибают, исчезает много растений разных. То есть это все связано с пчелой. Чаще всего у нас погибает, мое личное мнение, изометизация. Откуда только сюда пчел не возят. Особенно в последнее время пчелопакеты из Узбекистана стали возить. Чаще всего пчеловоды жалуются, что они больные. И эти же болезни размножаются. Основная проблема, что руководство республики совместно с практиками не работает. Пчеловоды надеются, что руководство регионы услышит и поможет сохранить пчело и развить эту отрасль сельского хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова